Продолжение следует... 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 развития убирали то есть подарили всем т-34 премиумный и танк выдали на замену то есть был один танк стало два танка очень показательно причем о замене объявили заранее все кто хотел успели вкачать себе т-34 получили бесплатный премиумный танк широчайший жест прям доброй воли значит x5 за первую победу в день но это будет бомбить у всех потому что олени снять не дадут конечно со всей техники x5 скидка на всю исследуемую технику 15 процентов тут скидка на премиумную технику 15 процентов на покупку премиум аккаунтов скидка 15 процентов если вы купите 6 месяцев или сразу год скидка 50 процентов на дополнительные слоты на оборудование премиум на снаряжение снаряды камуфляже эмблемы изменения паспортных данных членов экипажа но вот это на самом деле очень классные скидки когда на оборудование досылатель привода наводки 50 процентов я по своей памяти помню у всех игроков много танков а модуль несъемный поэтому все закупают эти эти вот эти досылатели усилители на будущее себе на технику которую не прокачают это очень классная скидка ее люди ждут по полгода то есть это это уже уже то есть дороже всего что там x5 не x5 то есть вот эти скидки это очень круто премиумные снаряды всякие докупать но раньше так было с голодовые снаряды на будущее себе закупали просто на все деньги вот аптечки римкомплекты тоже закупали себе в промышленных масштабах у меня на аккаунте до сих пор лежит 300 огнетушителей 500 аптечек и всякая там такая ну и боевые задачи тоже что-то праздничные доступная победить в бою до раза больше опыта случайные командные бои с днем танкистов один один день премиум аккаунта всем дарят смотрите учись вар тандер просто халявный опа день день то ну один день према дарят и в этот день x5 на каждом танке за первую победу то есть это очень круто для школьников которые себе премиум танцами не купят короче вот еще какой-то бонус два бонуса к сто процентов к свободному опыту это к свободному опыту который не надо переводить это это который просто можно использовать сразу вот случайные командные бои ты рыбы все хорошо еще личный резерв опыт экипажа то есть смотрите да вот какая какой лист лист акции сколько всего доступна в праздничный в праздничные дни вот эта акция так акция с размахом отмечать день танкиста ну и armored warfare armored warfare в 13 сентября открывает бета-тестирование открытое то есть все те кто не мог поиграть в armored warfare кто ключ пригласитель не получил теперь теперь поиграть смогут но как с какой какой как блин как смогли такой ход собственных празднику и сделали в принципе для тех кто еще не играл безусловно неплохо но в то же время если вы игрок war thunder а или world of tanks то вам конечно будет не до арморт warfare потому что надо там акцию реализовывать ну и собственно теперь о самой игре значит зайдя в war thunder что мы видим голубенькую надпись днем танкиста выигрываете премиум су-56 м и участвуйте в новом событии эвакуация но я не знаю что за событие но то есть какого-то праздничного праздничной какой-то атмосферы war thunder и нету да и я спросил у человека который давненько уже в эту игру играет он говорит что ни разу не становился свидетелем того чтобы war thunder в честь какого-то праздника изменил например ангар в игре в то же время wargaming подсуетился и запилил очередной праздничный ангарчик я для атмосферности тоже включил советскую технику значит машина стоит на плацу вот там вдалеке танки на почетных постаментах стоят тут советская трибуна надписи на растяжках бей тан что не снаряд то танк а бей так что не снаряд то танк слава доблестным танкистам города отчизны доблестью танкист город что города отчизна доблестью танкистов не знаю какой то слоган сомнительный бей так чтобы снаряд то танк но это опять слова советскому слова понятно доблестным танкистам по периметру значит стоят стенды ну там нарисовано как честь отдавать как противогаз одеть как маршировать там еще что-то и сзади что мне понравилось у wargaming больше всего в этом ангаре я уже я много видел праздничных ангаров новогодний с фейерверками красивые все понятно но впервые вижу что вот такие штуки появились интерактивные как бы можно почитать александр оськин да александр петрович оськин командир танка герой советского союза 11 августа 44 года находясь в разведке у оглендува польша уничтожил 3 тигра 2 на т-34 как он это сделал непонятно куда он им стрелял как он на т-34 тигр 2 пробил причем т-34 не уточнено что 85 на 76 что ли там нащелкал ну действительно герой на следующий день его танк одним из первых ворвался в деревню оглендув в результате чего были захвачены три танка королевский тигр в исправном состоянии один из которых с бортовым номером 5-2 экспонируется в бронетанковом музее в кубинке фадин а м м михаил александр михайлович фадин командир т-34 одним танком при поддержке взвода пехоты захватил и удерживал село дошуковка украина в течение пяти часов уничтожив при этом один танк одну сау 18 пулеметных точек до 50 солдат офицеров противника а также сумел сбить самолет выстрелом из орудия но это вообще охренеть да ну кто war thunder знает знают как трудно сбить самолет выстрелом орудия когда самолет не летит на вас а летит просто где-то закончил войну на дальнем востоке где должности командира танковой роты участвовал в разгроме квантунской армии зиновий григорьевич колобанов советский танкист ас подполковник в бою 19 августа 41 года находясь в засаде на танке к в 1 уничтожил 22 немецких танка два орудия два бронетранспортера за 30 минут боя из расходов 98 бронебойных снарядов вот а вы а вы вар тандерцы говорите не бери полный боекомплект в танк не бери полный полный боекомплект представьте если бы зиновий колобанов не взял 98 бронебойных снарядов после боя на кв-1 колобанова насчитали более сотни попаданий 15 сентября 41 года колобанов был тяжело ранен и находился на излечении до конца войны на излечении странно как написали не на лечение на излечении дмитрий федорович лавриненко советский танковый ас герой советского союза гвардии старший лейтенант командира танка т-34 признан наиболее результативным советским танкистом за два с половиной месяца уничтожил 52 противника 52 танка наверно противника надо было написать в боях в 28 боях погиб 18 декабря 41 года во время минометного обстрела деревни горюны волоколамского района александр федорович бурда советский танковый ас герой советского союза гвардии подполковник 4 октября 41 года организовал засаду в результате которой была разгромлена колонна противника в том числе 10 средних и легких танков два тягача с пт-орудиями 5 автомашин с пехотой погиб в бою 21 января 44 года своими действиями задержав 12 машин противника этим обеспечивая эвакуацию штаба бригады григорий николаевич найден сержант командир танка бт-7 но это вообще бт-7 это герой советского союза 25 июня 41 года у местечка рудишкай литва разгромил колонну бронетехники противника уничтожив в общей сложности 15 танков 10 орудий передового отряда 19 танковой дивизии вермахта сдержав тем самым наступление немцев на двое суток что позволило тщательно организовать оборону вильно был дважды ранен после войны продолжал службу военных сил вооруженных силах советского союза на бт-7 разгромил 15 танков 10 орудий на 7 бт 7 бт я не знаю с пулемета наверно пробить можно было вот и что хочу сказать начну в арморт варфейр не могу посмотреть да что они там но там скорее всего ничего нету там закрытый бета-тест плюс они-то америкосы игру делают а им этот культ советских танкистов вообще чужд но вот варгейминг конечно в скажем так в конкурсе на лучший день танкиста по моему явно победил и что хочу сказать то что варгейминг очень вместе с да у них есть минусы в игре да это я их озвучил но они в чем молодцы то в том что они культивируют культивируют как-то сказать культ победы короче во второй мировой войне они очень ну как бы школьникам как бы дают информацию не только о том что вот там были вот танки а еще и танкистах потому что есть в игре именные медали всякие имени разных танкистов да допустим да сейчас найду какие-нибудь медаль думитру видите и он с думитру румынский танковый ас участвовал второй мировой войне то есть такая информация пойти она ну лишней то не бывает как бы медаль оськина медали лохвилайсо то есть такие танкисты да там орлик роман эрмунд эдмунд орлик танковый ас сержант польской армии за сентябрь тридцать девятого года сражаясь на танки ткс подбил 13 немецких танков то есть вот видите но многие повтор многих я только что прочитала здесь на стендах но на стендах были только советские танкиста здесь разные танкиста есть даже есть даже немецкий да там медаль к низ пиле и так далее короче вот в этом плане варгейминг конечно большие молодцы и вартандру вартандру есть есть чему вот он оськин вот его его медаль была то есть вкратце там вот там вкратце здесь как-то более вот развернуто написано вот в этом плане конечно вартандру варгейминга есть чему учиться ну на этом собственно все поздравляю всех кто служил в танковых войсках с их праздником игроков танки я не поздравляю потому что не знаю поздравлять игроков танки с днем танкиста это все равно что поздравлять игроков в контр-страйк с днем в дв по большому счету в общем на этом все пишите жмите